МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Программа День города. С вами Марина Комиссарова в студии. Здравствуйте. Главные темы выпуска. Как не заблудиться в лесу? Полезная информация для любителей провести время на природе. Сюжет из Заокского, где сегодня похоронили супругов, погребенных под обвалившимся домом. Трагедия всего города. Продолжается оценка последствий взрыва многоэтажки на осеннем переулке. Взрыв жилого дома на осеннем переулке все так же горячо обсуждают в обществе. Мы решили подвести предварительные итоги. Алена Куколева расскажет о версиях, последствиях и возможном развитии ситуации для тех, кто пострадал. Проблемы с котельной начались еще в 2007 году. Она многократно передавалась из рук в руки. Сначала числилась на балансе ТСЖ «Центр». Затем отошла к застройщику строительной компании «Приток». После и вовсе в частные руки ее купил бизнесмен Дмитрий Трифонов. С домом работала управляющая компания «Техрембытсервис», связанная с тем же Дмитрием Трифоновым. Таким образом, жильцы дома оказались заложниками финансовых махинаций и долгового коллапса, в котором долги самих жителей ведущую роль не играли. Фирма перестала платить за газ, который котельная получала от Межрегионгаза. Поэтому договор с ней был расторгнут. 29 сентября котельную поставили на баланс РМПТС. Не работал теплопункт как надо. Там ГУЛ стоял. Три года стоял. Я три года боролась. ГУЛ. Там все было менять. Со слов жителей горячего водоснабжения, отопления не было более суток, до 24 октября. Ранее жители пострадавшего дома не раз обращались в городскую администрацию для решения проблем с подачей тепла и горячей воды. 3 октября глава администрации после встречи с жильцами поручил соответствующим структурным подразделениям до 20 октября решить проблемы горожан. Тепло же к дому подвели. Спустя полгода, как жильцы били тревогу, и сразу же после того, как трагедия уже случилась. Тепло к этому дому подводят в кратчайшие сроки. Только за одну ночь сотрудники РМПТС подключили дом к центральной системе отопления и уже сейчас завершают дорожные работы. Следователи изъяли документы в рязанских газовых и теплоснабжающих службах, многофункциональном центре и ТСЖ. Продолжают сочные ставки допроса жильцов, сотрудников проектных организаций. Уже приступили к допросу жителей дома, сотрудников коммунальных служб, управляющих организаций. Также уже изъяты необходимые документы, которые позволят пролить свет на обстоятельства произошедшей трагедии. Расскажут нам о состоянии дома, о состоянии его газоснабжающей системы. Помимо этого уже назначены и проводятся судебно-медицинские экспертизы по потерпевшим. Будут проводиться взрывотехнические экспертизы. Статья, по которой возбуждено уголовное дело о взрыве дома в осеннем переулке, формулируется так. Производство, хранение, перевозка, либо сбыт товаров и продукции, выполнение работы или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Однако не успело следствие стартовать. Власти уже возложили ответственность за взрыв на самих пострадавших, по крайней мере в информационном поле. По версии СМИ, мужчина закурил в квартире эпицентра взрыва. Только откуда там оказался газ? Дело в его концентрации, утечке именно в этой квартире или особенностях построенного дома. Это должно очень много его прийти, чтобы некуда им было уйти. То есть, вот, я говорю, закрытое пространство. То есть, с улицы ничего у нас не поступает, все закрыто. Он сам поступает. Может быть, из коммуникации, из неисправных газов, из открытых газовых приборов. Установка индивидуального газового отопления стала единственной возможностью не замерзнуть жителям этого дома. В Резай-регион Газе подтвердили официальный факт установки подобного оборудования в двух квартирах. Но взрыв, как известно, произошел в квартире на 10 этаже, а котлы были введены в работу только на первых двух. Четыре квартиры получили разрешение на перевод на автономное отопление. Две квартиры в нижних этажах сделали монтаж, а две квартиры получили разрешение, получили акты ввода, но подключения к газу их не было. Вот и получается, что жители били во все колокола, ходили на личные приемы, писали заявления в органы власти, обращались в прессу. Не заметить проблемы было невозможно. Спохватились, к сожалению, слишком поздно. Жизни погибших уже не вернуть. В селе Заокское сегодня попрощались с супружеской парой. Муж и жена погибли при взрыве на осеннем переулке. Завтрашний день, среда, 26 октября, объявлен в городе днем траура. Маленькая церковь и тихое старое кладбище, где почти нет свободных мест. Сегодня прошли первые похороны погибших при взрыве дома в первом осеннем переулке. Это супруги Полины и Юрия Новичкова. Они проживали в квартире номер 55, которая является ближайшей квартирой к эпицентру взрыва. Их тела были обнаружены в воскресенье поздно вечером. По версии следствия, они погибли быстро, даже не успев проснуться. Похороны прошли на кладбище сельского поселения Заокское. Пелагея Александровна родом из Заокского. Здесь живут ее все родственники. То есть их род, ее девча фамилия Ведешкина, они тут, так сказать, это ее родина просто. Поэтому здесь ее хоронят ее мужа. Полине Новичковой было 64 года. Здесь, в селе Заокское, ее больше помнят как Пелагею. Всегда добрую, приветливую, с неизменной улыбкой на лице. Гостеприимная хозяйка часто собирала родных и друзей. Сегодня половина деревни пришли проститься с ней и ее мужем Юрием. Мы вот три дня, вот как вот все это узнали, и нам очень всем плохо. Мы даже не можем, мы с мыслью ложимся, с этой мыслью ставим. И вначале никто, я верить даже не хотелось. Вот в душе такая пустота. Тяжело, конечно, говорить об этом. Близких родственных терять тяжело. Жалко, все плачут, скорби, может быть. У пожилой пары остались взрослые сын и дочь, а также трое внуков. Администрация города полностью взяла на себя организацию похорон, чтобы родственники могли спокойно попрощаться с погибшими. Завтра состоятся похороны мужчины из 54-й квартиры, которая стала эпицентром взрыва, и четырех погибших, обнаруженных в понедельник под завалами дома. Также 26 октября будет объявлено в Рязани днем траура. Будьте внимательны, изменения в связи с объявленным днем траура ожидаются в программе передач нашей телекомпании. И снова к новостям. Около месяца назад, в сентябре, на улице сельских строителей местная жительница, выгуливая собаку, обнаружила полиэтиленовый пакет с содержимым, которое повергло ее в шок. Внутри лежал полуразложившийся труп младенца. Женщина обратилась в правоохранительные органы, но найти мать ребенка не удалось до сих пор. Цинизм этого происшествия вряд ли может оставить кого-то равнодушным. Нашедшая вот здесь, в кустах, возле своего дома, страшную кладь женщина не сразу поверила своим глазам. В ходе предварительного следования установлено, что жительница улицы сельских строителей по городу Рязани, гуляя с собакой, в кустах обнаружила пакет. Пакет она обнаружила следующим образом. Собака забежала в кусты и на неоднократные требования хозяйки не реагировала. После чего хозяйка собаки зашла в кусты, где находилась собака. Она увидела, что собака лежит какой-то предмет, находящийся в пакете. Подойдя ближе, она отогнала собаку от пакета. И заглянув в него, она увидела предмет, похожий на младенца. Экспертизы показали, что труп младенца в пакете лежит здесь, в кустах, около полугода. Ребенок, скорее всего, родился недоношенным и был мальчиком. Точный возраст его установить сложно из-за гнилостных изменений. Сразу, не поняв, что она обнаружила, она позвонила супругу. Супруга говорит, по моему приезду к командировке, мы с тобой вместе сходим, посмотрим, что ты нашла. Она в полицию не сообщила. На следующий день, она еще раз с собакой пошла в это место, в эти кусты, и, соответственно, разрушила пакет, где обнаружила тело новорожденного ребенка. С гнилостными изменениями, после чего сообщила сотрудникам полиции. В Московском межрайонном следственном отделе города Рязань Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 Уголовного кодекса Российской Федерации. Убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу же после родов. Мать до сих пор не могут найти. Напомним, следствие просит откликнуться граждан города и области, осведомленных о женщинах, беременность которых протекала приблизительно в период с октября 2015 года по март 2016 года. Однако новорожденных детей у них впоследствии никто не видел, либо судьба ребенка осталась неизвестной. Всем гражданам, имеющим значимую для следствия информацию, просьба обращаться по телефону 340280, это Московский межрайонный следственный отдел города Рязань, либо в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области в отдел криминалистики по телефону 21-8169. А также напомним, что в случае, когда ваши права откровенно нарушают, у вас есть возможность обратиться в компетентные органы. Работа органов прокуратуры с жалобами и заявлениями граждан – это самостоятельный и очень важный вид деятельности Российской прокуратуры. Право граждан обращаться лично, направлять индивидуальное и коллективное обращение в государственные органы и органы местного самоуправления, закреплено в Конституции Российской Федерации. Прокуратура обладает достаточными полномочиями для применения мер прокурорского реагирования по фактам грубого нарушения законных прав граждан. Прием граждан в прокуратуре осуществляется с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, в пятницу с 9 до 16 часов. Руководство прокуратуры области принимает граждан согласно утвержденному графику. Прокурор области в среду с 10 до часа, его первый заместитель во вторник с 14 до 18 часов. Прежде всего, хотелось бы обратить внимание граждан на то, что если нарушены их права, они вправе обратиться первоначально, не приходить в областную прокуратуру, а необходимо, если нарушены их жилищные права, то обратиться в жилищную инспекцию, далее в районную прокуратуру и уже обжаловать ответ прокурора района в областную прокуратуру. Кроме этого, если нарушены трудовые права, также в трудовую инспекцию обратиться граждане могут, но и в последующем в районную прокуратуру и в областную прокуратуру. Более подробно с порядком рассмотрения обращений приема граждан в системе прокуратуры Российской Федерации можно ознакомиться на сайте прокуратуры области, где размещена инструкция о порядке рассмотрения обращений, утвержденной приказом Генеральной прокуратуры России от 30 января 2013 года. Кроме того, на сайте прокуратуры в рубрике «Новости» можно ознакомиться с результатами проведенных органами прокуратуры проверок соблюдения законодательства в различных сферах с результатами расследования уголовных дел, имеющих серьезный общественный резонанс. А в рубрике «Разъяснение законодательства» с разъяснениями данными работниками прокуратуры гражданам по наиболее актуальным вопросам. Пора тихой охоты подходит к концу и тут же грибникам на смену пришли в леса настоящие охотники с ружьями. Для некоторых россиян этот сезон грибов принес в дома трагедии. Родственники потерявшихся в лесу людей продолжают надеяться, что их близкие найдутся. По статистике охотники теряются реже. Такого практически не происходит. Возможно, потому что они пользуются некоторыми приемами. Следующий материал будет полезен тем, кто часто соприкасается с природой, проводит время лесу и тем, кто не хочет попасть в ситуацию, из которой нельзя будет выбраться. Как не попасть в такое положение, как героиня фильма «Граница таежный роман» Рената Литвинова? Или каким образом разобраться на местности, а также как вести себя при встрече с дикими животными? Об этом мы узнали у человека, который в течение 10 лет обошел все леса Рязанской области. Сергей Кузин – старший инспектор госохотнадзора. Первым делом он сообщил, что охотникам и грибникам необходимо брать с собой в лес компас. Если вдруг человек заблудится по заданному направлению стрелки, он сможет идти прямо, например, на юг, не сворачивая. Невероятно, но факт – люди действительно ходят по лесу кругами. Примерно запоминать, и желательно, когда некоторые ходят, они надламывают веточки. Веточки надламывают, соответственно, что если ты кругами начинаешь ходить, ты увидел, что здесь сломано, что это ты ее сломал. Соответственно, ты уже знаешь, что ты здесь был. Соответственно, тебе в другую сторону. Такие надломанные ветки помогли Сергею выйти из запутанного положения. Несмотря на то, что он обычно хорошо ориентируется в лесу, дважды в своей жизни старший инспектор госохотнадзора все же ходил по кругу. Уже когда второй раз на это же место пришел, где и был, и потом уже все сориентировался и, соответственно, вышел на ногу машины. Если нет компаса, можно ориентироваться по мху и веткам. Это действительно работает, подтвердил Сергей. С южной стороны у дерева наблюдается большее количество веток и мха. С северной – меньше. Тут как раз нельзя забывать про насечки на деревьях. Их нужно делать. А чтобы не набрести случайно на болото, человеку необходимо изучить то место, куда он направляется. Необходимо, во-первых, изучить карту местности, перед тем, как выезжать куда-то, иметь ее, скажем, в голове хотя бы как-то. А еще лучше просто ее распечатать с компьютера и взять с собой. Конечно, на карте не будут нарисованы те животные, с которыми может столкнуться в лесу человек неожиданно для себя. Но даже при встрече с крупной дичью не стоит впадать в панику. Животные точно так же боятся людей. Никогда зверь не нападет. Может, но напасть в том случае. Или он раненый, или зверь с потомством, с детенышем. Соответственно, мать у нее инстинкт, что она охраняет своих детенышей, а человек для нее – это враг. Соответственно, происходит агрессия. Да, может там рявкнуть, рыкнуть. Это сравнимо с собакой, которая сначала начинает лаять, после чего желает наброситься. Так что просто нужно пойти дальше своей дорогой от кабана или лося. Но если животное двинулось навстречу человеку, тогда необходимо начать громко кричать, свистеть, стучать палками, действовать напористо. Зверь испугается и убежит. Даже медведи и волки, обитающие в лесах региона, услышав о укане грибников, заранее уходят подальше, чтобы не встретиться с человеком. Ни одного случая нападения животного на человека Сергей не вспомнил за всю свою десятилетнюю практику. И, кстати, если все-таки человеку пришлось долго плутать по лесу, прежде чем он разобрался с ветхами и мхом, при отсутствии еды можно подкрепиться листьями или хвоей. Буквально немного их пожевать, тогда в организм поступят необходимые питательные вещества, и будет легче идти дальше. В поисках ближайшей дороги, которая приведет уже к населенному пункту. Напомню, завтра в Рязани день траура. В память о пострадавших во время взрыва жилого дома в минувшее воскресенье. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин